6 тысяч работ из 80 стран мира со всех пяти континентов. Россия, Франция, Филиппины, Германия, Индия, Италия, США. Иран, Мексика, Турция, ЮАР, Бангладеш и Египет. Это далеко не вся география конкурса. Фотография и правда интернациональный вид искусства. Она не нуждается в переводе и при этом показывает, насколько хрупок мир и человеческая жизнь. Вот почему появившийся конкурс, призванный поддерживать молодых фотографов и открывать новые имена, за пять лет стал поистине международным. Нам, кто теперь остался в редакциях и только подписывает эти командировочные удостоверения, отправляя наших ребят туда, где журналистика может не защитить их ни от тюрьмы, ни от смерти. Нам, мы обязаны делать все, чтобы имена тех, кого она не защитила, оставались, и чтобы каждый день их родные и близкие, и мы, как их коллеги, знали, что это все было не зря. Один критерий профессионализма – правда в каждом кадре. Именно такого принципа всегда придерживался Андрей Стенин. Чрезвычайные происшествия, массовые беспорядки, судебные процессы и военные конфликты. Он всегда был там, где крайне важно было говорить, фотографировать и писать честно. Ни одного постановочного кадра, только реальная жизнь, такая, как есть, суровая и часто очень опасная для тех, кто пытается поймать ее момент в своем объективе. Он был очень талантливым фотографом и талантливым литератором. Я уверен, что его фотографии меняли жизни, потому что он снимал в горячих точках, и эти фотографии уже защищали людей, и в то же время молодым коллегам были настоящим примером. Мне кажется, что это дико важно – получить приз за работу, на котором есть имя человека, которому она стоила жизни. Он мог снимать просто фотографии очень красивые, он был очень талантливый человек. Он снимал фотографии, без которых мы все не могли жить. А вот теперь тот, кто получает этот приз, он продолжает эту миссию. Вот только что сказали, что нам не нужна правда ценой жизни. Нет, ребята, нам, к сожалению, правда иногда нужна ценой жизни. Имя фотокорреспондента, родившегося в республике Коми, сегодня известно всему миру. Он погиб, исполняя профессиональный долг, освещая проблемы, которые касаются каждого. Именно эти глобальные социальные вызовы стали сквозной темой работ, представленных в этом году на конкурсе. Гран-при вручили итальянскому фотографу Габриэль Чикони за серию «Отверженные и земля». Главные герои его истории вынуждены эмигрировать беженцы Рахинджа и южные территории Бангладеш, поставленные этой эмиграцией на грань медленного уничтожения. Уважаемые дамы и господа, гран-при 5-го международного конкурса. Фото журналистики имени Андрея Стенина. Габриэль Чикони, Италия. Серия фотографий под названием «Отверженные и земля». Все кадры, представленные на конкурсе, отмечены яркостью формы и глубиной осмысления выбранной темы. Впрочем, таким фотографиям не нужны слова. В каждой своя история, а за каждой сложная, ответственная и часто опасная работа фотокорреспондента. Ксения Лосева, телеканал Юрган.